Шила Прабхупада говорил, что вам следует делать то, что делаю я. Иногда он говорил, вы должны делать больше, чем я. Вы можете делать то, что делаю я. Конечно, мы думали, что не можем этого сделать, но он считал, что мы можем и хотел, чтобы мы это делали. Прабхупада часто говорил, что его духовные братья были очень продвинутыми. Его духовные братья были очень отреченными и очень учеными. Многие из его духовных братьев много общались с Шилой Бхактисидантой, и духовные братья были удивлены, что он достиг такого успеха. Он часто говорил, что «я не чувствую себя квалифицированным выполнять эту работу. Я не чувствую себя компетентным для этого служения». Таково было внутреннее настроение Прабхупады. Я на самом деле не квалифицирован это делать. А затем, когда Искон достиг успеха, он говорил, что успех пришел благодаря наставлениям его духовного учителя. Поэтому мы достигли успеха. Не потому, что я это сделал, а потому, что он это сделал. А я был готов следовать его наставлениям. И на основе этого опыта, кто я такой? Я был всего лишь грехастхой. Несколько лет назад я принял саньясу. Мой гуру Махараджи заставил меня. Я не хотел этого делать. Когда я приехал на Запад, все, что у меня было, это несколько книг и его приказ. У меня не было денег. Настоящей ценностью, которой я обладал, были, конечно, книги. Но его приказ был наиболее ценной вещью, которая у меня была. И затем Прабхупада сказал, что некоторые из его духовных братьев хотели получить собственность духовного учителя. И они ее получили. Но наибольшей ценностью был его приказ. Однако они не приняли его приказа распространить сознание Кришны по всему миру так, как его принял Прабхупада. И теперь Прабхупада говорит нам, у меня было 5000 учеников. И у всех вас будет по 5000 учеников. Как мы знаем, он попросил Джайапатку Махараджа принять 50 тысяч учеников. И сейчас у некоторых наших духовных братьев 5000, 10 тысяч, 20 тысяч учеников. А это больше, чем было у Прабхупады. И у нас больше храмов в Индии, чем было во всем мире, когда Прабхупада ушел. И внешне действительно выглядит так, что его ученики делают больше. Конечно, мы понимаем. Все это делается по его милости. Это милость Шилы Бхактисидданты. Но это объясняет, почему Прабхупада говорил, «Делайте как я. Делайте больше, чем я. Вы можете сделать больше, чем я. Потому что не вы будете это делать. Это приказ. А если вы повинуетесь приказу, то достигнете успеха». Приводится такой пример. У Адвайты Ачарьи были сыновья. Некоторые были послушны, а некоторые нет. Послушные сыновья достигли успеха. А непослушные не достигли успеха в духовной жизни. Смысл этих слов в том, что мы не должны думать, что моя квалификация определит, достигну ли я успеха или нет, таким образом ограничивая себя на основе своей квалификации. В практическом смысле это может быть относительно правильно в некоторых обстоятельствах. Но я говорю в целом. Мы не должны в самом общем случае ограничивать себя, потому что могущество приходит благодаря следованию наставлениям, когда мы храним верность наставлениям. Опять же, вот почему Прабхупада сказал нам, что мы можем сделать то, что, как нам казалось, мы сделать не способны. Потому что это был его личный опыт. Он видел, как движение сознания Кришны распространяется по всему миру. Хотя он и не считал себя компетентным. Поэтому он чувствовал, что мы тоже сможем это сделать. Я записываю это видео, чтобы все мы поняли, что если мы ограничиваем себя, нужно понять, что ограничение – это не недостаток способности или разума. Ограничением будет неспособность строго целомудренно следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok